Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19. Из списка красной зоны исключены 9 государств. Северная Македония, Сан-Марина, Монако, Армения, Босния и Горцеговина, Словакия, Болгария, Молдова и Сербия. При въезде с территории этих стран в Беларусь не нужна обязательная изоляция в течение 10 дней. Авиатуренты сегодня сдают централизованное тестирование по белорусскому языку. Его планируют пройти почти 18 тысяч человек. Пункты разместились на базе 41 учреждения образования. Испытание стартовало по всей стране одновременно в 11 часов. В Беларуси началась приемная кампания в лице и колледже. В этом году профессионально-технические учреждения образования готовы принять до 30 тысяч нашей девушек. Традиционно большой популярностью пользуется автосервис электромонтажной работы радиотехника. Что касается СУЗов, туда планируют зачислить почти 40 тысяч человек. В Беларуси займутся популяризацией экологического фототуризма. Проект запустила Белгосохота. Он ориентирован на широкую публику. Ближайшие фототуры планируют организовать в Нарибокской пуще. Там насчитывается более 1100 видов растений – птиц, млекопитающих и рыб. Ночью в деревне Ковали произошел пожар. Загорелся сарай и гараж. Огонь уничтожил автомобиль 1996 года выпуска. Повреждены также кровли и стены обоих строений. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.